Варвара Егинна, прекрасно, я подготовила почву, она, собственно, все сказала, что надо было все правильно, я могу чуть-чуть только дополнить. Но все это хорошо, если бы эта вся замечательная, красивая история не касалась 19 века. К сожалению, мы живем уже в 21 веке, 20 век был положен на то, чтобы сломать все эти связи, разрушить их, чтобы создать нечто новое, что новое создалось, вы сами знаете по себе, кто себя чувствует советским человеком, кто не любит советского человека, так называемого совка и так далее, советское мышление. Все это очень сложно, но дело в том, что именно 20 век стал вот этим местом и временем колоссального эксперимента и попытки возврата к вере нашего народа. То есть почти десятилековая история христианизации нашего сознания, по крайней мере на российских пространствах России, России, последствий и так далее, она не пошла даром. Дело в том, что церковная жизнь, церковные догматы, это как система взглядов, мировоззрения и так далее. И народная, живая народная жизнь, как сама по себе существующая, это тоже система мировоззренческая. Когда они слились или стали, по крайней мере, друг с другом притираться, вот именно за эти 10 веков эта притирка и произошла. Произошла вот эта кристаллизация народного сознания, которая в себе несет и какие-то отголоски или связи с каким-то прошлым, и понимание церковных догматов точно так же. Вот, но они никогда абсолютно не смешивались, об этом и Варварь Винна тоже сказал, ну, по крайней мере, как считают ученые, абсолютно никогда не смешивались. Это очень живая субстанция, очень живая субстанция народного сознания, народной культуры, тем более, народная культура, как вот этот аккумулятор, что ли, да, там все собирается. Что такое народная культура? Ну, мы не будем перечислить по пальцам, вы, наверное, все знаете, да, что туда входит, какие компоненты. Народная художественная культура особенно. Вот. Она в себя вмещает буквально все. Она настолько широка, настолько всеобъемлющая, эта культура. По сути, это свод законов, свод правил, это свои какие-то определенные догматы, но очень живые. Вот. Она не приемлет письменных источников, поэтому передается исключительно устным способом, из уст в уста. Что ты услышал от меня, да, вот что не услышал, то не твое, а что услышал, то твое, ты передашь, это дальше по наследству и так далее. Вот. Это очень все, и эти взаимоотношения, вот эти, очень сложные. Они были, как бы, понятно, что в 10 веке, в 11, там, в 17, в 18, в 19 они были сложны, но насколько они сложны стали. В 20 это уму не постижало, да. Когда почти что тело церкви было разрушено, ну, оставались какие-то отдельные очаги. Я имею в виду послереволюционный период. Отдельные очаги. Церковь жила, конечно, но не в том, не в том полной, не той полной жизнью, которая могла бы. Соответственно, это не могло не сказаться на народе, не могло не сказаться на его мировоззрение. Тем не менее, по инерции он нес вот это свое знание, наследуемое, да, из там 17, 18, а может быть еще ранних веков, 19 века и так далее, от своих бабушек, прадедушек, прапрадедушек и так далее. И он это принес, и тем самым, вот этот возврат сегодня, тот, который произошел, я не знаю, оживление, скажем, церковной жизни, да, 80-е, 90-е годы, огромный массовый призыв священства, массовый призыв. Вот все, кто сегодня сидят, они как раз в основном, здесь батюшки-отцы, они являются вот этим призывом. Это, и вот начался вот этот возврат, опять, каким образом, притирки эти довольно сложные, они происходят сегодня с таким скрежетом, потому что и народ уже не тот, и священство уже немножко не то, и, например, современные городские священники, ну, почти ничего не знают о народной культуре. Ну, что она? В чем она выражается? Каким образом? Что это такое вообще народное сознание? Что это? С чем его едят, это народное сознание? Да, приходят какие-то отдельные прихожане, значит, там, с какими-то своими болями, бедами, потребностями, нуждами и так далее. Приходят к Богу тогда, к Богу позже, раньше и так далее. Вот. Как-то собирается эта паста, как-то собирается этот приход и так далее. Но что он несет? Что это за масса эти люди, которые приходят? Вот. Чьи-то они объединены, существует ли у них какое-то единое представление о мире? Почему вдруг сегодня именно, ну, не буквально сегодня, да, а вот в наше время, почему вдруг было на государственном уровне заявлено, так сказать, духовные скрепы, патриотизм? Существовало это когда-нибудь? В какие-то, так сказать, мгновения истории нашей жизни? Когда это было? Ну, в преддверии войны, наверное, в ходе войны, да, когда возникала вот эта опасность. Но мне кажется, что не столько даже опасность извне какая-то существует, что существует внутренняя опасность и потребность. Об этом было заявлено, да, но никто не знает, что, по большому счету, это такое. Что такое духовные скрепы? А это и есть те скрепы, которые могут возникнуть, да, между властью, церковью, народом. Как? По каким каналам они будут осуществляться, эти скрепы? Что за взаимодействие? Какие ходы здесь должны быть использованы? Это все больше, скорее, это все вопросы, чем это ответы. Что за скрепы? Скрепы духовные у народа существовали всегда. Почему я об этом говорю с уверенностью? Да потому что народ наш существовал в системе собственной культуры, да, которая церковью одухотворялась, да, где-то там, может быть, да, корректировалась и так далее. Но у народа была эта вера, она была у него изначально, эта вера была. И народу не надо было говорить ни слова патриотизма, ни духовные скрепы. Он и так достаточно духовный, наш народ. И вот чтобы не быть голословным, я просто несколько примеров, я не буду говорить, я все-таки больше человек, ну, так сказать, предметный от музыки, да, от вибраций, от живого музыкального слова, живущий, питающийся. Вот, поэтому я приведу примеры традиционных жанров самых разных, баллад, свадебных, трудовых и прочих, да. Вот, а вы сами ответите на вопрос, что в этом? Язычество и суеверие, либо в этом чистая вера? Ну, вот, первый, как бы, пример, который я хочу привести, это традиционный пастуший заговор, не побоюсь этого слова, который пастухи использовали для того, чтобы, значит, их скотина, в общем, всегда была рядом, всегда была охраняем и так далее. К чему они привыкали? Мы ранешенько вставали, белое лицо умывали, вокруг поля ходили, Егорье окрикали, Макаре величали, Егорье наш храбрый, Макаре преподобный. Ты храни нашу скотинку в поле, и запалим в лесу, и за леса под ясным, и солнышко под светлым месяцем. От зверя лютого, от зверя хитрого, от медведя лукавого. Что это? Ответительный вопрос. А? Молитва и заговор. Молитва и заговор. Вы понимаете, в одном флаконе у нас и молитва и заговор. С точки зрения догмата, наверное, это не выдерживает критики. Ну, так фривольно обращаться и с Егорем, и с Макарем, да, как бы вот так вот себе, вот так вот на службу взять, так сказать, запросто, да, призвать. А с другой стороны, это молитва. И вообще народная песня – это молитва. Давайте посложнее пример. Как у нас, как у нас, эй-эй-эй, на синем да на море, Ай-эй-эй-эй, сильная дробь, дробная волна. Ай-эй-эй-эй, не пора ли, ой, не пора ли, эй-эй-эй-эй, нам, братцы да ребята. Ай-эй-эй-эй, сосеня, ох, моряй, долой, а меня, ой, а меня, эй-эй-эй-эй, удало, дай мальчишку. Ай-эй-эй-эй, темная ночка, ох, дай, обняла, как и я, ой, как и я, эй-эй-эй. Ай-эй-эй-эй, удало, дай мальчишка, ай-эй-эй-эй-эй, я на сгой из гореньки долежу. Для сокращения времени я вам сейчас расскажу дальнейший сюжет, да, чтобы не пропевать его расскажу, да. Сквозь мои кости-суставы травка-муравка проросла, сквозь мои резвые ножки стежки-дорожки пролепли, сквозь мои сахарные усты быстрая речка протекла, а сквозь мои прослышные ушки черная змейка проползла. А в моих русых кудерках белая лебедь гнездо вьет. Ты не вей, белая лебедь, в моих кудрях гнездо, ты слетай, белая лебедь, на родимую сторону. Не скажи, белая лебедь, что я молодец, запропал, а скажи, белая лебедь, что я молодец, женился. Вот давайте с точки зрения догмата рассмотрим эту историю. Это баллада, записанная в Турской области. О чем она? Ну вот на ваш взгляд. Народ поет. О чем-то ведь народ поет, о чем он поет? Просто ли это смерть человека и все? Или это что-то более существенное, более серьезное? Что это? Что это? На нашем, на море, сильная дробная волна. Море это житейское. Про боль душевная волна. Не пора ли с этого моря довернуться туда, откуда я пришел? И вот лебедь, как символ связи земного мира и небесного. И скажи, ты скажи, ты ступай на родимую сторону. А где эта родимая сторона? В саду. В Денском саду. Где эта родимая сторона? Ты поди, скажи, слетай туда и скажи, что я не запропал, молодец, а я женился. Это народное сознание родило сюжет. Можно его как угодно как бы трактовать и говорить, чего-то не соответствует, что-то неправильно и так далее. Это народное. Оно какое? Объясните. Оно языческое сознание или оно христианское по вере своей? Душевное. 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 стоит отворенный. Жена бояриня во гробе лежит, а нянюшка с младенцем возле гроба стоит. Так, милый мой сыночек мой, остался сиротой. Нет у тебя сыночка, родимой матушки. А у меня, королюшки, нет молодой жены. Что это? Что это? Разве это не заповедь? Ложился, бросил жену на сносях, поехал гулять, ложился спать, не валяйся, пошел к бабушке сон гадать, и ты за все, дорогой, получил сполна. Вот оно тебе. Посылал на Ваньку мать, и ровую в поле жать, ступай, Ванька, и сожни. Ванька пошел не той дорожкой, не нашел своей полоски, стал чужую жать. И он жать-то не нажал, он с милашкой пробежал, лишь один снопок сажал. Как и с этой тоски муки, он порезал серпом руки, течет резаная кровь. Бежал домой, доторопился, а под ним мостиком валился, а ведь Ваньке беда. Это что? Это не заповедь? Почитай, отца смотри. Ну как бы, и это практически, практически это на каждом шагу. Вот фокаливизация приходской жизни. Я, собственно, к этой теме даже не приступил, я думаю, не буду о ней сильно говорить, просто чуть-чуть, как бы, поделюсь опытом. Я, ну, мы с семьей являемся прихожанами московского храма, Зосима и Савати Соловецких. И наш батюшка семейный, ну как мы его называем, наш семейный, семейный батюшка, вот, который окорбляет всю нашу семью, братья Александра Елисеева. Вот, совершенно чудесный отец, который нас в секвенцию привел, и, как бы, в общем, ну, хорошо нам с отцом. Вот, друг другу, друг о друге мы молимся, и так далее. Вот, и, естественно, поскольку являлся прихожанином, как-то приходская жизнь мне была любопытна, и что там происходит, там, ну, по большому счету, ничего такого особенного не происходило, ну, кроме того, что пришли люди на службу, кому надо, кому, кто смог подготовиться, причастился, кто просто постоял, ну, и так далее. Вот, так как, вот, церковно-прихожанинская школа, естественно, при храме существует, дом причита есть, в общем, где курсы проходят самые разные, так сказать, православные, и так далее. А вот такой светской, живой, народной, как бы, жизни, вот, вроде бы, нет. Я ему тогда говорю, отче, давайте мы как-то с вами попробуем наладить эту историю. Почему? Потому что любая приходская жизнь, ну, по крайней мере, в всех этих храмах, я не знаю, как в московских, в московских, наверное, тоже в былые какие-то времена, это было, да, она была насыщена еще жизнью, собственно, вокруг храма, есть внутри церковная, служебная жизнь, есть жизнь за пределами храма какая-то, да, и вся она вокруг, формировалась вокруг какого-либо праздника, будь то престольный праздник, будь то просто большой праздник церковный, и так далее, вот, либо это весной вводились хороводы, либо это затевались какие-то игры, вот, либо это пелись специальные обрядовые песни, и у нас так, вот, шаг за шагом, начали с Рождества, потом Пасха, Масленицу, кстати говоря, задействовали, Троицу задействовали, и так далее, и, то есть, насытили вот эту вне церковную жизнь, насытили традиционным содержанием, и я вам скажу, что жизнь стала гораздо полнее, полнее самого прихода, гораздо полнее, гораздо насыщеннее, гораздо ярче эта жизнь стала, и отцы с удовольствием принимают в ней участие, не уклоняются, вот, что делается очень правильно, и становится, и паста становится ближе, как-то здесь все это смыкается на одном интересе, вот, это что касается нашей приходской жизни, ну, в общем, наверное, я чуть-чуть сокращусь, да, чтобы, если у вас возникают вопросы, задавайте, я на этой, на этой, как бы, ноте поставлю точку. Вот вы спрашиваете, что такое в этих песнях? Ну, вот, вы видите все-таки больше в этих текстах, вот я не очень поняла, вот, как вы говорите, душа, или что там внутри. Вы, это вопрос? Вот, просто вот уточните, просто я думаю, вдруг я поняла неправильно то, что вот вы говорили. Что в этих текстах? Вот вы говорите, нам задаете вопрос, что в них? Так это и вопрос для нас, для всех, для того, чтобы работала наша голова, я не знаю, сердце, ум, чтобы мы думали, а что там? Давайте будем разгадывать, что там, перун, сварок, мокош, или там все-таки предтеча христианской традиции, да, или там все-таки Бог. Вот вы знаете, вот я искала, я искала там связи с язычеством, искала для того, чтобы понять, есть они там или нет, но я ни одну не нашла. Ну, значит, вы ответили. Я ни одну не нашла, но дело в том, что все, что связано с православием, есть у людей, которые не ходят в церковь, не верующие, но крещённые, естественно, и говорят даже, что они атеисты. Православное сознание есть, вот я вижу, в высказываниях, оно просто есть у каждого человека. Это другая проблема. Это проблема, ну, как мне кажется, как видится в частности, это проблема осознавших открытийстей, как бы, приближённости, собственно, к народному сознанию. Мне кажется, это такая проблема, не иная. Я бы сказала, что сейчас существенно важнее не те, кто был крещён и не воцерковлён, а существенно опаснее так называемые церковные неофиты, да, которые, как бы, считают, что они лучше всех знают, что такое православие, и как с этим бороться. и священники иногда вынуждены просто останавливать людей, которые начинают в храме проповедовать. И в данном случае, как бы, ваш вопрос, как бы, насколько я поняла, связан с тем, что вы пытаетесь найти как бы языческие корни. Да, вы знаете, дело в том, что для того, чтобы разделить, в чём язычество, а в чём православие, я должна их видеть, да, я должна видеть эти языческие корни. Скажите, пожалуйста, или у меня со зрением что-то не то? Как вы считаете? Может так быть, что я просто не вижу? Или в чём-то нельзя увидеть чёрную кошку в чёрной комнате, если там её нет. Ну, нету, как бы, в фольклоре языческих корней. Ну, вот хоть вы вот убейте. Понимаете? Ну, нету их там. Можно, как бы, поговорить о дохристианских верованиях. Можно говорить. Иногда в некоторых жанрах фольклора есть. Но дальше я вам задам вопрос. Первые записи фольклора к какому времени относятся? Ну, самый ранний, это 18 век. Какое уж язычество такое, 17 веке? К этому моменту уже сложилась вся система фольклорных жанров, классических. И уже архаиков в прошлое уходит, да, к этому моменту. так что язычество в фольклоре искать могут только неоязычники. Они там его находят до выполнения. Ну, а как же, если мы сейчас будем говорить о тех людях, ну, у меня люди, люди-то симпатичные, скажем, они вот здесь, в Москве живут, где-то. Они говорят, ну, реально, дохристианства на Руси действительно было языческое. Сложнее всего как бы есть такая вещь как источники. Вот пускай назовут. Источник это как бы наша сила. Ну, я приду к примеру вот совсем недавний в Республиканский центр фрактора ко мне, где я работаю, приходит, значит, пара музыкальная, он играет на кузы, девушка тоже она там поет и как-то тоже ему, так сказать, в этом смысле сочувствует, видимо, пишет текст и приносит мне альбом. вот мы возрождаем славянскую культуру, славянскую музыку. Начинается вот эта вот песня, которая мне уже давно знакома и так далее. Вот, вы посмотрите, вот как красиво у нас, например, там, ген Мокоши, например, очень красиво. А я говорю, кто такая Мокоши? Погодите мне занес. Ну, вы что, не знаете раз, ну, это вот славянская богиня, значит, начинает мне песни петь. Я говорю, документы, пожалуйста, покажите. Потому что все, я говорю, вы понимаете, вы можете заниматься в своем творчестве чем угодно, да, но не называйте, пожалуйста, это традицией. Называйте это фантазией, форядь его на тему, значит, какую-то, такую-то. Это мои личные фантазии. Не приписывайте народу того, чего у него нет. Поэтому, какие вы славянские традиции воссоздаёте, я не знаю. Вот с ними, да, надо говорить, в общем, достаточно жёстко, по крайней мере, там, где я могу это делать, да, вот с такими людьми. Потому что одно дело фэнтези. Но фэнтези, опять же, оно не возникло само по себе, просто так, да, если мы не возделываем почву, да, то на ней будут расти сорнятили. Святое место просто не бывает. Святое место просто не бывает. Это однозначная вещь. Значит, пока мы не идём на сотрудничество и не идём на ликвидацию вот этой безграмотности, тогда не занимаемся ЕЮ, не занимаемся вот этим миссионерством, миссией, миссию не выполняем, да, будут плодиться эти группы. А для того, чтобы нам идти единофронтом, я думаю, что как раз лучшие фольклорные силы, которые на сегодняшний день есть в России, а их довольно много. Это не думайте, что это как бы отдельные какие-то там раз-два и обчёлся. Это целая армия, причём довольно молодых людей, которые занимаются своей корневой культурой. Если, ну, церковь, лице вот отцов, да, приходская церковь, если она будет обращена лицом к этим людям и будет формировать единое пространство, то это только укрепит вот наши общие позиции. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли в фольклоре, я не знаю вообще об этом ничего, но всё-таки есть ли в фольклоре, вот как вы видите, в течение многих лет изучения, что-либо, которое можно назвать уверенно, ну, антиправославным, там, антицерковным, мы не в фольклоре, в народном. Есть. Это антиклирикальные сказки о попах, которые рассказывались как бы в очень замкнутых мужских сообществах и относятся к сказкам, так скажем, заветным, да, ну, чаще всего заветным. Но скорее, как бы, что о попах, что о пашихонцах, да, тогда мы можем говорить, что здесь, как бы, не вопрос кого, да, может быть, персонажем священник, может быть, персонажем инородиц, например. То есть, ну, как бы, вот этот вот вариант. Это не связано с фольклором? И далее, нет, это никак не связано. И дальше, как бы, это может быть вариант, который возник в 30-е годы, так называемые современные формы, как бы такзашнего фольклора, всякие песни о Ленине, Сталине и прочем-то, плач о Ленине и, ну, соответственно, новины, да, то есть, то, что придумывалось уже под воздействием. Язычества там нету, не ищите. Его нету. Я не ищу язычества. Нет, ну, просто если говорить против крестьянства, против крестьянства фольклора никогда не выступал. И мне, спасибо вам большое. Дец Игорь, благодарю вас за замечательный организованный круглый стол. Дорогие гости, спасибо вам, Искусе Павловичу, очень было интересно. Я за время нашего клуба сделал несколько записей, этим мыслом, хотел бы с вами поделиться. Дело в том, что у нас действительно есть эта проблема с милоязычеством, которая неожиданно, но вполне планомерно развелась наше общество и будет развиваться, наверное, но все зависит от самих нас. Вот мы все слышали вопрос, где же вот государство и почему оно не вмешивается в нашу жизнь. А мы должны все вместе знать, что... Я не открою. Ничего нового. Государство – это мы. Мы – это государство, и здесь должны работать каждый на своем месте. И, на самом деле, если мы будем посвящать проповеди и миссионерской деятельности достаточно много времени, то, скорее всего, совсем скоро все эти проблемы исчезнут. Вместе с проблемами других религиозных организаций, которые сейчас у нас тоже есть, это все знаете. То есть вот такую мысль хотел поделиться, что если бы каждый из наших прихожан, из мирян и вместе со священниками посвящал проповеди дополнительно хотя бы один час в день, пометил себе план миссионерской деятельности, кто будет входить в его поле миссионерской деятельности, кого он расскажет о Боге, что он сделает доброго, то совсем скоро ситуация бы кардинально изменилась. Мы, к сожалению, очень пассивны, в своей миссионерской деятельности. Если говорить о рядовой миряннии, не говорит о Боге ни в семье, ни в обществе, не стесняется об этом говорить даже в обществе. Стесняемся покреститься перед храмом на улице. И это, к сожалению, очень большая проблема, и с этим надо работать. И так же, вот, конечно, еще несколько мыслей, которые записал себе, это вот в действительности мы не должны отставать от лжеязычников, можно сказать, и просвещать людей национальным костюмом, создавать при храмах выставки национальных костюмов, кружки, койки шитя, где будем создавать национальные костюмы, просвещать наших прихожан и всех желающих ходить национальных костюмов. Потому что на сегодняшний день эта тенденция к корням будет увеличиваться, потому что сейчас у нас такой период развития нашего государства, где человек испытывает постоянный стресс. он находится постоянно в работе, это увеличивается, и чисто психологически получится так, что ему нужна какая-то разрядка, и какой-то определенный какой-то определенный период своей жизни он начинает искать где-то себе такую духовную гавань. Если он не находит церкви, к сожалению, он находит в каком-то таком измерении, уходят люди, отдыхают в лесах, создают себе этногородки, находят национальных костюмах, и это должны им предоставить, наверное, мы, чем лжерязычники, которые подменят всю духовность, это такая мысль всего лишь мы все вместе должны об этом подумать, потому что на самом деле сегодня даже мы говорим о том, почему государство не борется, на самом деле на уровне силовых структур эту проблему изучают и пока не знают как с этим не то что бороться, а что с этим делать и насколько это будет дальше развиваться. Собственно, я бы хотел вас поблагодарить, спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ